друзья мы сегодня едем в один из красивейших городов германии который находится совсем недалеко от нашего дома всего полтора часа езды на машине это на нашей земле северный виспале и город называется моншау я там не была ни разу за все почти восемь лет за семь лет проведенной в германии и всегда хотела там побывать но как-то все не было было не сподручно мне тогда ни к чему это ты но это лишь отговорки в итоге сегодня мы собрались и поехали правда план мы построили еще вчера поедем сюда погодка хорошая последние теплые деньки и вот сегодня мы с вами вместе будем любоваться городом вот шау здесь друзья очень интересное место мы уже подъезжаем к маншау и тут бельгия переплетается с германией есть такой город я забыла его названием и только что в нем были это не бельгия и не германия нейтральная территория не города такой как небольшой поселочек и мы едем то в бельгии то в германии сейчас мы по моему в бельгии а может и германии в общем неважно но просто к тому что очень интересненько ехали ой на заправочку заехали уже почти почти мы на месте нам нужно найти центр города и парковку недалеко от центра города как я читала отзывы путешественников это всего 500 метров от центра города я имею ввиду парковка и вот будем там гулять но наверное прогулки не только в центре а может только в центре и нам еще нужно позавтракать друзья потому что у нас интервальное питание мы еще не завтракали а времени ты 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 примерно где-то полдвенадцатого северный рейн-вествалия это земля в которой мы живем федеральная земля очень интересная природа буквально сто километров и ты находишься среди гор сто километрах 200 километров ты находишься среди виноградников равнины все все есть у нас очень красиво ну просто овощи итак друзья наша экскурсия по городу маншау начинается вот эта речка рур как я понимаю эти как красиво тут мы заплатили 7 евро за день парковка и камешки красотища здорово мостик такой а эти две женщины наши соседки из того же места и откуда мы на улице тепло но тепло по осеннему друзьям не как летом очень комфортабельно кто-то потерял шлем мотоциклетный о вернее велосипедный так здесь план такой план достаточно емкий потому что в принципе здесь все все кругом подлежит просмотру потому что кругом красота друзья а здесь подземная какая-то парковочка интересная экскурсионные автобусы надо мне не ходить по дороге желательно что машины кругом есть туалет у ничего себе какой подъем крутой ой красивая гора и так друзья значит до центра города а 900 метров кирберг 700 метров я не знаю что такое кирберг ну в общем нам туда показывают пойдемте туда так кафе друзья вот наверное в этом кафе мы будем фрюштюкать завтракать красивая кафе до сих пор это и это сейчас мы будем делать пока что у нас кофе и апельсиновый сок и мы заказали какую-то вкуснятину завтрак можно заказывать не стали потому что достаточно поздно мы заказали уже можно сказать обед здесь очень уютная атмосфера салатик нам принесли для аппетита такая вкусная еда у нас друзья обалдеть сковородка тут свинина яйцо картофель и видимо лук вкуснятина всем приятного аппетита вишневые сливовые пироги и яблочные конечно же итак друзья мы поели хорошо нам понравилось замечательная еда и теперь мы продолжаем идти в город маншау друзья время свитеров я все время забываю носить свитера а в этом году вернее даже сегодня я подумала надо надеть свитер потому что это как раз для осени прекрасненько так что идем гуляем нам все пока что нравится я думаю что дальше будет еще лучше достаточно много народу а летом здесь наверное вообще не протолкнуться я представляю как здесь прекрасно сидеть летом на улочках в кафе сейчас мы сидели внутри потому что как бы то ни было тепло все равно сидеть прохладненько здесь такой небольшой имбис друзья германии очень много имбисов это уличный уличная еда у какие пауки почему они тут тут мой любимый вай вау 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 вай фанцистос я думаю что когда я пришел 42 лет назад это ругсак эй ругсак милая кару вау вау У нас получилась непредвиденная покупка, друзья, мы купили мне козырек, а Сэнди две кепки. Одна теплая с драповым козырьком, а не только козырьком, а вторая бордовая у него. Бордовые кепки все старые. Вот такая красивая улица, друзья. Много туристов, потому что здесь нереально красиво. Почему бы вы не были туристами? У всех обед. У всех обед. Погода просто исключительная. И мне в моем пуловере также исключительно. Ни жарко, ни холодно. У-у-у, какая красота. Мы ловли. Да, ну и красиво. какая красотища друзья такая прелесть а молдитвы молдитвы А вот так здесь в Рождество, снег, друзья, здесь снег. У нас снег очень редкое явление в наших краях, а всего-то 100 километров. Ну, потому что здесь горы. Шикарный город для прогулок, друзья. Здесь гулять не перегулять. О, кафешечки кругом. Ну, хотя в Германии везде кругом кафешечки. Какая красотища. Я надеюсь, вам нравится. Вот эти цены, наверное. А, окей. Групповые туристы везде. Группочками им показывают рассказы. Какие интересные. Окошки маленькие. Это выставка. Здрасте. Да. Здрасте. Доброе. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Здесь можно перекусить, если вы проголодались. Хлебные палочки, сок, апельсиновая водичка. Забота о людях, о близням. Милые картины. Моя любимая стая. Тут ремонт какой-то, друзья, идет на такая красота. Куда-то мы забрели, где народу не так уж и много. Так, что тут у нас? Какие-то украшения, украшения, сувенирчики. Друзья, мы в таком интересном месте. Здесь так красиво, но никого нет. Улы кругом. Лианы. Лианы здесь меняют цвет в осенние самые первые в Германии. Ну, не только, наверное, в Германии. Везде так. Везде. Какая красота кругом. Убалдеть. У-у-у. Вот это да. Вот это да. Какая прелесть. У-у. 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 Доми пьем реставраци, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok С Бельгии приехали, ребята. Вот, в общем, мы прогулялись по городу, а теперь мы хотим подняться наверх и думаем, что вот, наверное, тот путь, который вел наверх в самом начале, это он и есть. Сейчас мы это попробуем узнать. А, детишки бегают. Итак, друзья, мы поднимаемся в гору к капелле и посмотреть на город сверху. Ну, это не очень сложно. Хотя для нас сложно. Мы катаемся на велосипедах, но мы совершенно нетренированные туристы, которые по горам, да, альпинисты. Вот. И наши велосипеды тоже не горные, наши велосипеды с аккумуляторами. Ну, тем не менее, как есть, с аккумуляторами тоже надо ездить на опыте, потому что попробую прокатись на аккумуляторе. Я посмотрю. В общем, мы сейчас идем наверх. Это так красиво. Я люблю это. Это был легкий путь. Это было не так холодно. О, красиво, друзья. Красиво. Прекрасиво. Такая тут небольшая часть городка. О, красиво. Ты видишь, что люди идут где-то. Да, я хочу идти. Ну, мы не пойдем туда. Там вдалеке тоже люди идут куда-то еще дальше. Но мы не пойдем. У нас сейчас здесь будет пикник, друзья. У нас есть с собой апфельштрудель, яблочный струдель, и мы будем пить чай с апфельштруделем. Красиво. Красиво. Поезд там ездит. Спустились мы, друзья. Сверху. Идем теперь на выход. Мы решили, что мы поедем. Ой, как много народу. Много. Решили, что мы поедем, потому что мы уже насмотрелись на все. Кругом листья валяются сухие. У каштанов сухие листья. Они сначала сохнут, а потом отпадают. Причем самые первые. Самые первые меняют цвет. Лианы, как я уже сказала, красивые. Такие становятся желто-красные. Вернее, желтые, потом оранжи, потом красные, пурпурные. А вот каштаны, они самые первые облетают. Я не знаю почему. Почему-то всегда у них какая-то золотуха наступает. Уже в середине лета они начинают желтеть, потом буроветь, сохнуть и все. Видимо, вся сила уходит на созревание каштанов самих. Друзья, остановились мы на дороге. Посмотреть на красивый вид. Я надеюсь, что он действительно красивый, что мы не зря остановились. Ну да, красивый. Здесь велосипедный путь. Но здесь на велосипедах, конечно, особо не покатаешься, как у нас. У нас вообще рай. У нас рай. А здесь... Какие крыши, как высоко. Господи, я боюсь высоты. Трындец. Приблизим, да, немножко? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok